Центральный банк России устанавливает ключевую ставку. Это зависит от экономической ситуации в стране и уровня инфляции. Ключевая ставка определяет стоимость денег. ЦБ передает коммерческим банкам деньги по минимальной ставке, а принимает под максимальный процент. Центральный банк России проводит заседание по ключевой ставке 8 раз в год. Разберем подробно, от чего зависит ключевая ставка и как она влияет на нашу жизнь. Еще узнаете, когда стоит брать кредиты, открывать депозиты и как сохранить капитал. Как ключевая ставка связана с инфляцией. Центральный банк не вправе брать и устанавливать ключевую ставку без основательных на ТО причин. Когда руководство ЦБ принимает решение, оно учитывает уровень инфляции в стране. Чем уровень инфляции в государстве ниже, тем быстрее развивается экономика. У бизнеса больше перспектив, а простые граждане могут не переживать по поводу своих сбережений. ЦБ спрогнозировал уровень инфляции в стране на 2021-2022 годы на отметке 4%. Это означает, что в среднем стоимость товаров и услуг не будет подниматься выше этой отметки. Некоторые товары дорожают на 10% или даже 20%, другие остаются на прежнем уровне или дешевеют, но среднее значение не будет превышать 4%. Если в России цены вырастут, то и повысится уровень инфляции. ЦБ ничего не останется делать, как провести соответствующую политику, чтобы удержать уровень инфляции. Для этого Центральный банк повысит ключевую ставку, чтобы повысить стоимость национальной валюты и стабилизировать инфляцию. В итоге рост цен на товары и услуги замедляется, а люди начинают инвестировать деньги за счет открытия депозитов, так как с повышением ставки растет процент по вкладам. Влияние ставки на жизнь россиян. Ключевая ставка влияет на процент по банковским кредитам и вкладам. Изменения происходят не сразу после заседания, а постепенно. Чтобы кредиты стали для заемщиков дороже или дешевле, проходит 2-3 месяца, пока коммерческие банки проведут корректировки. Например, если ЦБ решил повысить ставку, это означает, что кредиты для коммерческих банков будут дороже, то есть увеличится ставка по кредитам для заемщиков. Но с повышением ключевой ставки увеличиваются проценты по депозитам, что привлекает инвесторов. Когда в стране замедляются темпы экономического роста, ЦБ пытается вернуть рынок в прежнее русло и снижает ставку. Так было в 2020 году, когда российская экономика из-за пандемии замедлилась. А в 2021 году наблюдается небольшой подъем, поэтому ЦБ будет планомерно поднимать ставку по процентам. Что означает снижение ключевой ставки? Когда ставка снижается, падает покупательская способность денег, но кредиты становятся более доступными. Например, если банк давал потребительские кредиты под 15%, то после снижения ставки кредит легко оформить под 13-14%. Но у снижения ставки есть и отрицательные моменты. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Падает покупательская способность денег, ставки по депозитам сокращаются, и люди начинают забирать вклады. В итоге банки теряют деньги и не привлекают меньший объем финансов. Люди начинают массово оформлять кредиты, что приводит к закредитованности населения. Предприятие терпит убытки, так как многие закупают сырье в других странах. А за счет слабого рубля компании тратят больше денег и повышают цены. Цены на товары внутри страны не поднимаются из-за низкой ключевой ставки. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Цены растут только на товары, привезенные из-за рубежа. Это связано с тем, что компаниям приходится тратить больше денег на изготовление товара. Что делать, когда высокая ключевая ставка? При повышении ключевой ставки экономика постепенно развивается и выходит из периода застоя. Люди начинают открывать депозиты, так как проценты становятся более привлекательными. Но вот кредиты становятся менее востребованными как для простых граждан, так и для бизнеса. Ведь никто не хочет переплачивать и отдавать больше. При снижении ключевой ставки выгодно оформлять кредиты, так как проценты снижаются. А деньги с депозитов лучше снимать из-за низких процентов. При повышении ключевой ставки лучше положить деньги на депозит и временно отказаться от кредитов. Что будет, если ЦБ резко снизит ключевую ставку? Многие считают, что низкая процентная ставка лучше для потребителей и бизнеса. Все бы сразу набрали кредиты, а бизнес перестал бы нуждаться в деньгах, ведь при понижении ставки растет благосостояние граждан. Но когда снижается ставка, резко обесценивается национальная валюта. В итоге цены растут, поэтому уже через 7-8 месяцев никто не заметит улучшений от ставок по кредитам. Поэтому государство и регулирует ключевую ставку. ЦБ РФ находит золотую. Середину между высокой и низкой ставкой учитывает уровень инфляции и темпы экономического развития. Почему в России повышается ставка? Все это потребовало от ЦБ вмешательства, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке и внутри страны. Благодаря плавному повышению ключевой ставки удается решить сразу несколько проблем. Например, замедлить уровень инфляции и зафиксировать цены на товары и услуги. Повысить покупательскую способность национальной валюты для граждан и бизнеса. А увеличение процентных ставок по депозитам привлечет больше инвесторов внутри страны. Как сохранить и приумножить капитал? Для сохранения капитала от обесценивания рекомендуем вкладывать свободные деньги в инвестиционные фонды. Понятно, что не стоит вносить свои деньги первому попавшемуся фонду, особенно если вам позвонили по телефону и предложили увеличить капитал в несколько раз. Так действуют мошенники. Доверять деньги лучше проверенным банкам, таким как Сбербанк, Открытие, Райфайзенбанк, Тинькофф. Но перед тем, как вкладывать деньги в инвестиционные фонды, помните, что есть риски. Например, акции компании упали на 5%. В итоге ваш инвестиционный доход сократился. Эксперты в сфере инвестирования рекомендуют вкладывать только свободные деньги, с которым вы можете с легкостью расстаться. Преимущество инвестиционных фондов – это низкие риски. Акции компании могут вырасти в цене за несколько месяцев сразу на 15% или даже на 50%. В итоге можно вовремя их продать и получить чистую прибыль. Итоги на что влияет ключевая ставка. С помощью ключевой ставки выстраивается денежная политика государства. Если ЦБ повышает ставку, это снижает интерес к кредитам, но повышает спрос на депозиты и увеличивает приток капитала. Когда ставка снижается, увеличивается количество заявок на кредиты и ипотеки, но наблюдается отток капитала с депозитных вкладов. Понижение и повышение ключевой ставки позволяет грамотно управлять инфляцией. Озвучено Яндекс Спичкит. Чтобы исключить вероятность обесценивания капитала, вкладывайте деньги в инвестиционные фонды. Не стоит сразу покупать акции и ценные бумаги, если нет опыта и вы не разбираетесь в этом вопросе. Лучше доверить капитал фондам, которые будут управлять вашими деньгами. Будьте с нами, подпишитесь на рассылку. Мы уведомим вас о новых статьях по почте или мессенджеру. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.